Ребята, всем привет! Сегодня я с вами, Ксения, и я в этом влоге хочу показать свои выходные. Я думаю, наверное, так будем делать. Как вы видели в прошлом видео, которое вышло, кстати, сегодня, сегодня пятница, мамин влог про ее выходные, я подумала, знаете, давайте покажу другую сторону. Мама живет больше в suburbs, как говорится, и у нее более такие, знаете, спокойные выходные. Я могу показать свои более активные выходные в Чикаго. Сегодня, по идее, пятница, еще неофициально, выходу еще официально не начался. Сейчас где-то полдень, я работаю сегодня. Но, знаете, хорошо, когда работаешь из дома, можно делать какие-то дела тоже чуть-чуть. Мне нужно постирать, а у меня нету washer-джайер, как говорится, в апартменте, поэтому мне нужно идти на 21 этаж и там стираться. Пока все на работе, мне как раз хорошо пойти, загрузить все и дальше продолжать работать. Поэтому давайте я возьму на свои выходные. Сегодня, по идее, мне нужно проработать, постираться, дела поделать по дому после работы, и потом у меня свидание чуть-чуть попозже вечером. Посмотрим, как будет. Завтра у нас холодно сейчас, по идее, в Чикаго, наверное, плюс 5 максимум. Но в это время в году начинается фармерс-маркет. Я обожаю фармерс-маркет. Это, наверное, мое любимое время года, когда они приходят и открываются. И в прошлый выходной, по-моему, был первый день, когда открылись фармерс-маркеты, они обычно в субботу утром. Поэтому завтра я вас возьму с собой на фармерс-маркет. Я люблю, когда они начинаются, я люблю там покупать овощи и фрукты на неделю, вместо того, чтобы покупать их в обычных магазинах, потому что там они лучше и вкуснее. То есть мы пойдем туда. Надеюсь, завтра дождя не будет. Боську возьму с собой тоже. И завтра, по идее, у меня будет чуть-чуть по-другому выходной. Обычно я гуляю, там, девчонка, на ресторан нахожу, или, знаете, с молодыми людьми, или, ну, что-то такое. Но в этот раз будет чуть по-другому. У меня лучшая подруга, которую вы видели до этого, Тхеми, она рассталась со своим молодым человеком, которые они были вместе 5 лет, и они жили вместе. И она завтра, в воскресенье, будет переезжать в свой апартмент от него. Поэтому это случилось на этой неделе. Она, конечно, страдает чуть-чуть, понятно. Поэтому завтра я пойду к ней в апартмент, помочь ей собраться, запаковаться. Он уехал на выходные. И просто, знаете, провести с ней время, чтобы она чуть-чуть, может, получше себя начала чувствовать, компанию создать. Мы пойдем, она покажет. И, конечно, я не знаю, сколько она захочет снимать. Может, она вообще скажет, Ксения, убери камеру, и вообще не будем, и 100%. А может быть, мы покажем вам новый ее апартмент. Мы возьмем, пойдем, скорее всего, пиццу или что-нибудь вкусненькое себе на ужин, поболтаем. Поэтому завтра вот такой день. А в воскресенье я обратно вернусь к ней в апартмент, в новый уже, и помогу ей начать раскладываться. Поэтому такие вот у нас планы на выходные. Я вас возьму с собой, покажу, как Чикаго выглядит, что у нас происходит, что я кушаю, куда я хожу. И, надеюсь, вам понравится этот влог. И, ну, давайте начнем. А, кстати, ребята, если вы смотрели вот мамин прошлый влог, вот бутылка вина, которую мне взяли в Италии, дошла, не разбилась. Поэтому вот она у меня сейчас стоит в коллекции. Будем ждать, пока, может быть, девчонки придут на какую-нибудь пати, и мы ее откроем попробовать. И, кстати, ребята, если вы смотрели мамин влог про Италию, они купили вот такую вот штучку, и там были маленькие чашечки на ней. Но я увидела во влоге вот эту вот, и говорю, позвонила маме, говорю, слушай, мне так она нравится, не хочешь мне ее отдать? Она говорит, ну ладно, и поэтому вот, то есть они разбили комплект, тебе оставили чашечки, а мне вот такую вот прислали, мне она очень нравится, и здесь моя бижутерия, кстати, это Боська Боу. И вот теперь она у меня вот так вот стоит с моей вот теми вижутериями, которые я постоянно ношу. Кстати, ребята, сейчас делаю ланч, покажу вам, что я делаю. Это мой такой стабильный ланч, который я обожаю каждый день, почти ем. Это яйца, авокадо и хашбраун, которые я покупаю в Трейдер Джоус магазине. И я называю это как бы breakfast bowl. Сейчас покажу, как делается, буквально пару минут, и очень-очень вкусно, и мне нравится. Субтитры делал DimaTorzok И каждый день на ланч я очень люблю пить вот такую вот минералку, она называется плаппи, это сода с пробиотиком, здесь только 25 калорий, она по идее очень полезная для живота, но для кишечника больше. Ну вот, ребята, смотрите, парк стоит, идет даже на камере, видно, я добавила все ингредиенты, авокадо, яйцо и вот hash browns, порезала на кусочки, сейчас добавлю hot honey, spicy honey, и everything by vegan seasoning, и перемешаю, и вот мой ланч бол, breakfast бол. Ну вот, ребята, ланч готов, вот мой бол, вот еще себе сделала фрукты и овощи, чуть-чуть, сильно много себе сахара, но ничего страшного. Погода сегодня пасмурная, не очень, но все равно вид из окна красивый, вот деревья начинают уже, конечно, цвести, и закрываю чуть-чуть вид, мы из окна озера, но красиво. Кто-то у нас еще спросил, что я делаю с Боськой, как он ходит в туалет, как мы приспособились, он ходит на улицу, у нас ничего в апартменте нету, поэтому я его вывожу, наверное, может раза четыре, четыре или пять в день, и вот он так вот у нас ходит, поэтому ничего в доме, он не делает никакой свой бизнес, поэтому в дождь, снег, в любую холод, в любую жару, на улице. Ну вот это наш ландри-рум, мне кажется, я же вам показывал до этого, Саня Погодка шепчет. Ну смотрите, ландри уже сделана, стирка, нужно ее только сейчас разобрать и повесить, но этот Бося, он любит на теплое все, потому что они только что из сушилки, поэтому он... Здрасте, молодой человек, вы на чистую одежду ложитесь, да? Хорошо, что я тебя люблю, и без проблем можешь лежать на чистой одежде, да? Ты помогать будешь раскладывать мне вещи? Нет? Ты только вкусняшки любишь кушать? Окей, that's окей. That's окей, пи-пи. Кстати, у нас в здании есть такая штука, когда можно минировать свою собаку или кошку, и они могут выбрать pet of the month, это значит животное месяце. Вот в этом месяце Moseley, Moseley Ann, выиграл. So cute. Ребята, сегодня вечером наше здание пригласило фотографа для собак специально, и поэтому мы сейчас идем, по идее, это должно было быть на улице с тюльпанами, но дождь на улице, поэтому мы сейчас идем в комнатку специальную, где будет фотограф, посмотрим, что получится с этими профессиональными фотографиями с собаками. Ребята, у вас бывало такое, что вы согласились на планы? И вот уже час осталось до планов, а вам даже встать лень. И намного счастливее были бы сейчас, сидя дома с собачкой рядом и кушая квакамоли. Но планы уже сделаны, надо выйти, а то целую неделю ничего не делала, поэтому сейчас соберусь волосы мыть мне очень лень. Я их, наверное, не пять назад мыла, неделю. Но, как я вам рассказывала, до этого я часто голову не мою. Но вот просто такая лень, поэтому сейчас уберем хвостик, попробую чуть-чуть по-другому хвостик сделать, чем я обычно. Конечно, накрашусь, соберусь и побегу. Как говорится по-английски, wish me luck. Ну, ребята, закончила собираться, сейчас убегаю. Вот что получилось с волосами. Мне кажется, для недели немытой головы выглядит нормально. Сейчас вам покажу, что я одеваю и побежала, а то я уже опаздываю. А мне еще этого нужно вывезти быстренько на улицу. Ауфет самый обычный. Вот обычная футболочка, джинсики и маленький каблучок. Потому что он, по-моему, не очень высокого роста. Ну, выше меня, но не сильно. Поэтому посмотрим. Ладно, побежала. Ребята, доброе утро. Сегодня суббота. Мы с Боськой поспали сегодня поздновато. Я вообще поставила в 9.30 будильник, потому что я не утренняя птица вообще. В 9.30 думаю, войду в фармерс-маркет, поделаю дела. Мы из кровати вылезли еле-еле в 11. Знаете, когда я заводила собаку, думаю, все, собака моя сделает меня утренним человеком. Но оказалось совершенно по-другому. Я сделала собаку не утренней собакой. И поэтому Боська со мной тоже в кроватке, рядом со мной. Думает, мама не встает, и я не встаю. Поэтому мы сейчас бежим на фармерс-маркет. Он закрывается в час. Но я знаю, где-то в 12 он уже начинает так не очень много всего там быть. Поэтому, да, кстати, я всегда... Мое самое любимое время дня с Боськой это утром. Я его всегда, когда встаю, сразу же его вожу на улицу. Перед тем, как я там же зубы чищу, расчесываюсь. Перед тем, как я делаю что-либо, я сначала его ввожу на улицу. И я вам сейчас поставлю клип у нас утренней обнимашки. Он каждое утро, когда я его начинаю одевать, его харнес, ну, чтобы поводить на улицу, он всегда обнимашки делает. Сейчас поставлю быстренько. Ну вот, а сейчас мы побежали на фармерс-маркет. Надеюсь, что-нибудь найдем. И покажу вам мой день, потому что он сегодня будет такой загруженный. Кстати, я видела комментарии, иногда сказали, что иногда у нас непонятно, как камера выглядит. Ну, как бы, с какой стороны все это. Иногда я снимаю на переднюю камеру, вот как сейчас я снимаю, например. Потому что я вам честно, ребята, скажу, иногда просто нету сил доставать трайпод, ставить, включать, вот это вот все делать. Поэтому, если честно, я, конечно, могу, если вам не нравится, когда на переднюю камеру дома я снимаю, могу начать снимать вот обычно. Но, скорее всего, не так много будет сниматься, потому что это просто занимает какое-то время поставить. Вот у меня простоит трайпод. Но его занимает, конечно, долгое время вот все сделать. Поэтому я иногда, может быть, не самая лучшая коллити, то есть, ну, как вот выглядит все это. Но тогда просто больше контента смогу снимать. Вот если я на переднюю камеру, у меня то, чтобы открыть телефон и начинать говорить, знаете. Ладно, мы побежали. И покажу вам сегодня деньги. Ну, вот полно народу, всякие штучки, где можно всякую вкусняшку покупать. Дашь мне собака. Есть. Иначе будем искать фрукты и овощи. Ну, вот только что я взяла свежие яйца, свежую травку по одному поскунику. Всякие травки, муравки, это спрайт по-английски называется. Вы пришли в Прозавата, уже многое все раскупили, уже многие позакупались. Мне кажется, фрукты и овощи мы уже не найдем. Если бежали с Босей в магазин, где продаются цветы. Сейчас сделаем букет. Красивый? Красивый букет нам. Да, Боська? Ну, вот, как вы увидели, было, конечно, уже всего мало. Что единственное, я взяла, потому что я яйца ем каждый день. Вот смотрите, какие кьютики. Ну, они такие все разные. Ой, боже мой, видно, что это настоящие. Яйца хорошие. Вот я взяла себе это, взяла потом это спинетч для моих смеюрис. Сейчас уберем другую штуку, чтобы было удобнее. И я набрала Боськи всякие, всякие вкусняшки тоже. Ребята, еще я взяла цветочки Тимми. Вот они. Зашла в магазин у флориста, попросила сделать красивые с тюльпанами. Сейчас я побежала в бейкере ее любимую, ну, где выпечку продают. Она в даунтауне где-то час от нас, не час, где-то миля от нас, но минут 15 пешком, 20. Я возьму ее всякие вкусняшки. И потом мне нужно за продуктами забежать. Поэтому возьму вас с собой, кстати, на улице тепло-тепло. У нас в доме холоднее, чем на улице. Я вообще с футболки пойду. Боська дома будет? Вон он, потому что он устал от вармерс-маркетом. Он сказал, что-то я устал с тобой ходить, оставляй меня дома, мама. Иди сама. Ладно, я побежала по делам, возьму вас с собой. Ну и по городу по делам бегаю вот так вот. Из ничего, особенно очень по-спортивному, побежала по делам. Ну и вот в бекаре, видите, у них разные куки. Заезжала ей опять разные куки. Сидит всякие вкусняшки. Как это нам? Смотрите, какой киутик. У нас тепло, поэтому многие сидят вот на улице, кушают, и столы начинают ставить на улице. Ну, смотрите, город живет, конечно, как только тепло становится здесь. Ну так, фрукты и овощи мы взяли на неделю. Я взяла вот эти две, они сейчас на скидке. Одну без утеми, вторую себе оставлю. Что-то апельсинов захотелось тоже. А это я ем обычно с хамесом. Сейчас покажу вам, какой мой любимый. Ну, слушайте, моего любимого хамеса нету сейчас. Тогда, наверное, возьму вот этот вот гарлик. Хамес. Но я могу упаковками его есть. Я сильно многого не покупаю, потому что иначе я его съем весь. Поэтому одну на неделю растягиваю. Потому что есть, по идее, много калорий, но так вкусно. Вот, или с огурцами, или с sugar snap peas. Босик, я его ввожу перед тем, как сейчас к Тэмми поеду на вечер погулять. Смотрите, какая красота. Все цветет, пахнет тепло. Еду к Тэмми со всеми вкусняшками, с цветами и с кукизами. Ну, ребята, привет. Сегодня утро воскресенья. Вот мы с Босикой гуляем. Вчера я ездила к Тэмми, помогла ей собраться, запаковаться. Сеня сказала мне о помощи уже. Она сказала, что она все сама сделает. Она заказала муверов. Поэтому будет раскладываться, что я сама все делать. А мы с Босикой просто вот. У нас спокойный день. Мы покемарим, сделаем домашние дела, почитаем книжку. И вот просто проведем время подготавливаться к следующей неделе. На улице так тепло, не так жарко, как вчера, потому что вчера была ужасная жара. Но сегодня, конечно, тепло, хорошо. Почти ветра нету. И вот мы пошли гулять. Везде тельфанчики, хорошая погода, птички поют. Ребята, мне нужно приготовить Босике сегодня его еду. Закончила. Смотрите, три ингредиента всего лишь. Мясо, потом овощи, которые им нравятся, и яйца. Я тебя покупаю отдельно. Самые дешевые, они, по-моему, 2 доллара, вот эта упаковка. Сейчас покажу, как я делаю. Смотрите, фарш на сковородку, и теперь ждем, пока все розовенькое у нас уйдет. Он чуть поджарился. Как только поджарили мясо, высыпаем просто овощи и даем чуть-чуть готовиться. Смотрите, я быстро приготовила 6 яиц ему и пропарила вот эту вот всю штучку. И сейчас мы это все скомбинируем. Ну вот, я уже разложила две коробочки. Сейчас оно остынет. Одна идет в холодильник, другая в морозилку. Нам хватает это примерно на 10 дней. И вот примерно вот столько я ему даю каждое утро и каждый вечер в добавку к его обычной сухой еде. И занимает, кстати, это все, может быть, ну минут 10-15. И, конечно, никаких специй, никаких маслов, ничего не добавляется. Готовится просто вот так. Ну, ребята, надеюсь, вам понравился этот влог. Уже понедельник утро я опять работаю. Но вчера ничего интересного не делала, поэтому так не очень уж и снимала. Просто полежала на диване, посмотрела телевизор, насладилась днем и просто отдохнула, подготовилась к неделе рабочей. Ну, спасибо, что вы смотрите наши влоги. И увидимся в следующем раз. Пока-пока!